МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Свободное время». Спешка плоха уже тем, что отнимает много времени. Остановитесь на 15 минут и проведите это время вместе с нами. И вот что мы покажем в сегодняшнем выпуске. Мечтала быть балериной, а стала актриса театра. Ирина Замуруева и ее календарь творческой деятельности. То, что в хозяйстве идет на выброс, для рукодельников бесценный материал. Листья кукурузы как произведение искусства. Все, что в привычной жизни выбрасывается, в творчестве обретает вторую жизнь. В рубрике «Мастерская» техника «Толаж». Впервые поделки из листьев кукурузы начали делать мексиканские крестьяне. Это были куклы и корзины для хранения зерна. В Латинской Америке из нее ткали циновки и вязали сумки. В Котовском доме творчества этой техникой овладели в совершенстве. О ней подробнее рассказала педагог дополнительного образования Ольга Баева. Один из самых наших в последнее время любимых материалов – это листья с початкой кукурузы, которые называются «Толаж». Этот материал называется «Толаж». Мы сами, конечно, не знаем, что он так называется. Ну вот, освоили. Этот материал прекрасно сушится, собирается во время зрелости кукурузы. Они очень легко окрашиваются. Вот эти листья окрашены анилиновыми красителями. Допустим, они получаются яркие, какого-то цвета. Очень хорошо при обываривании окрашиваются. А вот эти листья окрашены луковой шелухой. Тоже получается очень красивый, замечательный природный цвет такой. А вот эти листья натурального цвета, светлые белые. Если их во время, после заготовки, вернее, обработать, обрезать и положить на солнце, они станут более белые. А если просто их убрать, они такого коричневого, такого светло-бежевого цвета, но они легко поддаются выбеливанию в перекиси водорода. Они совершенно белые. Так что материал, которым можно оперировать очень свободно. То есть мы из этого материала делаем различных кукол. Вот вы здесь видите наши композиции. Вот. Из кукурузы. Уже несколько лет мы ее практикуем. Мы сначала сделали фигуру из проволоки, а потом мы начали наматывать тело. После тела мы начали делать, чтобы оно было объемным, как у человека. Потом мы сделали кукурузу, и теперь мы делаем мукав. Эта работа очень капотлива, и она успокаивает. А ты кукурузу вообще любишь? А ты думала, когда ела кукурузу, что ты ела кукурузу или кукурузу? Нет. Я работаю над «Красной шапочкой», и у меня эта работа идет на конкурс. У меня будет, вот эта вот у нас идет «Красная шапочка», у меня будет еще бабушка. «Красной шапочки». Я пока делаю ее структуру ног. Проволка берется, она как галочка берется ее, и вот верхняя поверхность, которая сдвинется, ее накручивают вот такие вот примерно. И потом нитками, и все потом, это кукуруза обматывается, вот ее голова получается. Ну, она у меня должна быть, это, круглая, она у меня получилась оба. Ну, это пока первая работа, но я еще в третьей день. Эти вот куклы ездили у нас в Китай в прошлом году, и понравились всем зрителям, которые смотрели. Вот, очень интересная технология. Если в сухом состоянии, конечно, его можно просто сломать. Вот, но когда мы начинаем работать, мы из поливизатора легонько смачиваем этот лист, ну, и 1-2 минуты, и он приобретает необыкновенно пластичную форму. Вот, мы из нее вертим, крутим все, что нам нужно. Вот, и когда он снова высыхает, изделие становится, вот, как вы заметили, достаточно жестким. Из одного листа можно сделать, допустим, 5 розочек в технике Квилин. Или один какой-нибудь цветочек. А у куклы? А у куклы, допустим, из такого листочка, ну, можно вот, посмотрите, сделать вот штанишки этому ребенку. Мы стараемся на этих куклах не делать лица, потому что, нарисовав лицо, не всегда оно получится добрым. А если кукла получится злой, то она будет нести в дом злую энергию. Само изделие, оно всегда несет положительную энергию, потому что на нее смотреть приятно, трогать его приятно. Из нее можно делать все, что угодно. Можно даже вышивать этой техникой, но еще больно кропотливо. Наша профессия не стоит на месте. У нас постоянно идет вот такое внутреннее течение. Как бывает, моден один стиль, моден другой, так же и в декоративном, прикладном творчестве. То оно забывается, то оно всплывает. Очень много лет, когда я пришла сюда работать, я занималась техникой макраме. У меня перебрела километр, наверное, веревок. Но сейчас уже полностью остыла к этой технике, постоянно изучаю что-то новое. То же самое, ребенок хочет что-то выучить, изучить какую-то технику. Мне приходится ее самой погружаться в эту технику, ее изучить, а потом уже представить детям. Вот это видеть, это интересно. А вот дети, которые уже выпускаются, уже студенты, они так же приезжают, потом возвращаются ко мне. Вот недавно девочка одна приезжала, моя выпускница. Она так же продолжает учиться в учебном заведении, продолжает заниматься декоративным, прикладным творчеством. Она меня обучала технике в Алиане, например. Она сама его изучила, она пришла ко мне и меня обучала этой технике. Хотя я немножечко уже умею. Но мы с ней вместе, это интересно, когда тебя уже учат твои ученики. Очень много. В среду все служители Мельпомены отметили свой профессиональный праздник – Международный день театра. В рубрике «Крупным планом» актриса Тамбовского драматического театра Ирина Замуруева. Свою творческую деятельность она отобразила в календаре, где каждая роль – событие. Каждый партнер и режиссер – школа жизни. Это ее театр в театре. Музыка МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну вот если бы кто-нибудь когда-нибудь мне сказал, что я буду работать в этом театре, я никогда ни за что бы не поверила. Ну, видно, это воля судьбы, или воля случая, или, скажем так, так мне улыбнулась фортуна. Хотя я неоднократно проходила сквозь эти колонны, идя в Пушкинскую библиотеку, чтобы писать конспекты. Здесь собирался народ, который шел на спектакли. По тем временам это так смотрелось, ну, я не знаю, стиль такой ретро. Вот эти тетечки, бабушки, такие перчаточки, такие театральные сумочки. Я все время так проходила, смотрела, ой, что ж там такое, что ж там такое. И не удосуживалась, вот сколько я здесь училась, не удосуживалась ни один раз ходить в театр. А двери-то, ну, вовли! Очень уютная гримуборная, тем более здесь, вон, такие знаменитости работали в свое время. Мне приходилось, там, вот, приходишь в какую-нибудь, там, я не знаю, семью, там, на день рождения своих детишек приводишь, ну, и там вот этот шумгам стоит так. Я так, так, стоп! Дети так примокли. Ну что, детишечки, нам надо времечко остановить, а если и удастся, то и спять его пустить, и будет в лесу все по-нашему, по-старому, по-нехорошему! Все, детишки примолкали. Мне удавалось сыграть вот этих бабушек благодаря тому, что у меня вот действительно присутствовал вот этот говорок, присущий какой-то определенной местности. Где-то он, конечно, мешает, где нужно там изобразить какую-то интеллигентную, да, свою современную женщину, а где вот такую простушку, которой бабушка там, кстати, с какой-то деревни, у меня это все так новко подключалось. Моя мечта была стать балериной. Вот, меня брали в Вагановское училище, но мама с папой не отдали по той причине, что для мамы как-то было... Ребенок воспитывается в детском доме при живых родителях, нет ни в коем разе. Вот. А папе вообще эта профессия не нравилась. Он откровенно говорил, что за профессия ноги задирает. Пришлось приехать вот сюда, поступить, именно на хореографическое отделение. Я была направлена, выписали направление, что при распределении я должна попасть в театр. Ну, попала в театр. С чего начинать, не знаю. Ну, на первых порах мне дали выступать у елки, ну, с Небурочкой. И 15 лет. Мы с Виктором Юрьевичем Катушенко вот в одной упряжке 15 лет, ну, скажем так, я снегурила, он морозил, но морозили. Хорошо, что я попала, вот, меня взял именно Иванов, это тот человек. Ну, известно, что каждый режиссер, он психолог, да? Вот. Он настолько читал нутро актера, то есть, что он может сыграть, как он сможет, можно из него еще что-то вытянуть, нельзя вытянуть. Вот. То есть, для меня это вообще самое главное лицо в театре было вообще, когда я пришла, и потом, когда он ушел уже из нашего театра. Лучше этого режиссера я не видела. Для меня вот этими учителями были мои коллеги возрастные. Марья Николаевна Корниловна, Михаил Иванович Параваторов, Павел Соколот, Михаил Березин, Елизавета Николаевна Мамонтова, Клиен Фурман. Это, я говорю, это такой сгусток энергии, это, скажем, свой театр в театре. Когда мы приходили за зарплатой, и вот все приходили актеры, это мы приходили все заранее, не только потому, что кто-то хотел первый получить, а потому что в этом промежутке перед кассой было столько байк, столько анекдотов, столько приколов, столько вот просто смеялся, заряжался, что-то в себя впитывал. Я из театра выходил такой одухотворенный. Как хорошо мне в этом театре. Для меня это было принципиально важно, собрать всех актеров, с кем прошел мой творческий путь спектакль «Димка-невидимка». Мы с ним проездили, наверное, всю Тамбовскую область. И что самое характерное, у нас ведь не было парикмахеров, все приходилось делать парик, это все в считанные минуты, быстро-быстро-быстро. А у меня в то время были очень длинные волосы, это очень сложно было все это закалывать. Но я настолько приспособилась, что по сей день у меня когда спрашивают, а как вы, вы сами, у нас сейчас парикмахеры все цепляют? Да, я говорю, у меня очень богатый опыт по парикмахерской части. Вот потрясающий дуэт с Юрием Владимировичем Томилиным, «Малышей Карлсом». «Последняя любовь на середину». Вот здесь как бы сбылась мечта, не мечта. Мне пришлось спектакль ставить с точки зрения хореографа. То есть все заставки танцевальные – это моя работа. Их там было 42 заставки. Человек, когда целеустремлен, его мозг заточен на достижение цели, они для того, чтобы поесть. «Ой, я сейчас не поел, я это, то-то, то-то». То есть я не поем, пока я этого не достигну. Или я не поем, пока я это не сделаю. И у меня, естественно, отпадает желание, потому что мне надо это сделать. Я вообще считаю, что человек создан для того, чтобы нести добро людям. Не для себя это добро, а наоборот, его отдать. И чем больше его, значит, ты не зря живешь на этой земле. Вот этот спектакль «Бонка и четыре жениха» очень знаменитый спектакль. По той причине, что у нас этот спектакль ставил Эйдлин, это муж Муравьевой. По той причине, что вот одна актриса сыграла Бонку, забеременела, другая Бонка забеременела, третья Бонка забеременела, четвертая Бонка забеременела. Вот этот спектакль, мы просто уже смеялись. Вот кто не беременел, надо сыграть спектакль, чтобы обязательно родить. У меня папа в свое время мечтал, поскольку он и на гармошке играл, и на баяне играл, и аккомпанировал мне, я пела, танцевала, и он мечтал о том, чтобы меня объявляли, выступает Ирина Замуруева. Это была его мечта. И поэтому, когда придя в театр и выйдя замуж, я вот по этой причине оставила свою фамилию, потому что была папина мечта. Ирина Замуруева Прямо подошла к концу. Встретимся с вами на следующей неделе в пятницу на канале Новый Век. Свободное от работы время.